блин я побрился и постригся и теперь меня вообще не узнать мне кажется помолодел на лет 10 минимум в общем всем привет друзья с вами дима one point это не for speed пб и сегодня мы будем смотреть все супер комплектации у ford мустанг да это реликвия и да тут есть можно сказать ну много ford мустангов но именно в этом кузове это у нас реликвия а значит его можно прокачать в каждый класс и в каждом классе есть супер комплектация также в ролике про инфе с 2015 где прокачивала и 86 те кто не смотрели обязательно посмотрите я думаю вы найдете быстро этот видос там машин есть что скрыто у меня такими черными квадратами в общем то там звучали комментарии о том то что не уходит дима миллион на прокачку машины во всех супер комплектациях ну что же сегодня вы смотрите сколько у меня уйдет денег и это еще при том то что две супер комплектации у меня уже будут потому что прокаченная машина у меня из и в дрифт и в бездорожье и следовательно я не буду заново покупать новую машину я просто покажу те которые у меня есть какая там супер комплектация поэтому сегодня я буду покупать машину только для гонок для погони и получается для чего еще я не помню для чего еще для дрэга вот потому что мустанг а мустанг для дрэга у меня тоже есть короче сегодня денег уйдет чуть поменьше но потом вы там все поймете плюс-минус даже вот сейчас короче покупаем и вот этот вот мустанг опять же я напоминаю то что после 300 уровня у нас появляется супер комплектация поэтому сейчас я трачу 38 тысяч девятьсот пятьдесят нажимаю да используйте эту машину и после этого мне нужно доехать до мастерской и купить там спид карты хотя бы 16 уровня чтобы у нас был 366 уровень у машины и появилась супер комплектация кстати я думаю уже поняли то чтобы сейчас пока что вот этот вот мустанг купили в категорию для гонок поэтому сейчас как всегда в этой категории я полностью показываю как вот мне придется проделывать практически весь процесс с покупкой машин в определенном автосалоне потом доезжание или телепортирование до мастерских то мне нужно будет купить спид карты 16 уровня который кстати стоит помо в районе 120 тысяч кредитов поэтому нормальные деньги это все уходит в общем сами можете посчитать четыре автомобиля 4 получается раза мне нужно будет покупать по 120 тысяч кредитов короче все сейчас сами увидите и поймете то что денег блин уходит на все эти супер комплектации ну плюс минус миллион я не говорю что прям ровно миллион на это уходит там плюс-минус ближе к миллиону короче бабки уходят так давайте мы прижимную силу на низкую сейчас поставим в общем то машина ну блин высотый уровень что вы от нее хотите пока что она никуда не едет но тем не менее это одна из лучших машин вообще не for speed payback из него можно сделать что-то путное потому что почему-то реликвии в нефор спид payback одни из самых лучших тачек и из них можно наделать очень всего при много прикольного например эта машина очень хорошо себя ведет если прокачать ее полностью для бездорожья также она себя очень хорошо показывает для дрэга но как для гонок я не хочу тестировать потому что но смысла в этом нету есть машины куда более управляемые мустанг к сожалению не такой управляемый как например помнить porsche 918 но это и логично так значит переходим и сейчас покупаем наборы прокачки сколько они даже не 120 тысяч они 180 тысяч стоит так что ребята как минимум на 4 мы умножаем 180 потом по 38 тысяч еще умножаем на 4 ну и там уже сами считайте во сколько все это влетает я тут вот себе нафармил 2 миллиона я думаю мне это хватит только на две тачки потом буду опять фармить а фарм я сегодня засек ушло у меня два с половиной часа чтобы нафармить 2 миллиона фармил я на самой первой дрифтовой трассе есть что так ладно короче покупаем и тачку нас сразу на 16 уровне уже 1000 лошадей максималка 341 километра в час 0 до сотни 240 1 4 мили 947 и вполне себе вполне себе годная тачка получается поэтому сейчас она должна рвать и метать уже я думаю мы на таком заряженном мустанге быстренько доедем до гаража и посмотрим там на его супер комплектацию опять же напоминаю это только с гоночным классом мы так будем возиться дальше я буду сразу покупать машину в определенный класс быстренько ставить на нее спид карты и уже в гараже вам показывать супер комплектацию как машина в ней будет выглядеть кстати знаете я чё-то немножко вот подсоврал вам довольно таки хорошо управляется мустанг но опять же не в сравнении с порше порше конечно они вообще здесь просто лидеры по управляемости в этой игре но тем не менее ах ты ж блин управляется она вполне себе годно в классе гонок и впрочем то если вам нужна тачка например для прохождения игры то она вполне себе сойдет кстати да я же вам не рассказывал историю то что я то на компе весь пейбэк прошел на жуке на раритете я просто его прокачал в класс гонок и всю игру на нем прошел у меня там конечно есть мой порше любимый 911 но он у меня чисто для онлайна боже мой что-то я сегодня совсем ездить не умею так что вот так вот всю игру можно пройти вообще на одной тачке главное взять реликвии правильно ее прокачать ну как бы вообще полностью всю игру не получится то что там все-таки у нас разные классы но тем не менее по крайней мере гонки можно пройти вообще спокойненько и бездорожье тоже то есть как вообще это все делается только вы начали проходить игру только у вас появились первая реликвия вы ее берете например под дрифт хотя в этом смысле особо никакого нету но тем не менее можете взять потому что трифт по моему он только до трех сотого мне кажется уровня или нет я уже честно не помню но в общем то первую машину берете например под гонки первую реликвию вторую там под дрэк и уже короче вы просто шоколаде вам нужно будет потратиться там на совсем мало уже других стилей гонок ладно в общем меньше разговоров давайте сразу смотреть супер комплектацию так супер комплектация и выглядит супер комплектация для гонок вот так вот но в принципе да тут особо мне нечего рассказываете нечего показывать вот она супер комплектация для гонок 17 тысяч 400 стоит этот тюнинг денег еще мы тратим бабло сики и в общем вот так вот машина выглядит ребята супер комплектации для гонок можно на крышу а крышу можно просто тупо ржавой сделать можно еще прожектор конечно же присобачить на это все уже недорожная тема конечно же крышку капота можно поменять это все понятно тут можно и передний бампер поменять на другой какой-нибудь который вам больше нравится это все такое мы смотрим здесь только супер комплектации ну и как всегда не забывайте писать комментарии как в какой в супер комплектации под какие гонки вам больше понравилось там под бездорожье дрэк и так далее и обязательно мы будем потом машину эту прокачивать именно в той супер комплектации которая вам понравилась в комментариях то есть доводите уже до ума так ну что же с гонками покончено переходим к следующей супер комплектации а следующая супер комплектация у нас дрэк и выглядит она на форте мустанги вот так вот и я могу сказать то что вот это уже я понимаю уровень вот здесь вот тачка выглядит вообще как надо и сразу же понятно на что делался упор то есть вообще на самом деле в реликвиях но можно просто проглядеть вот эту вот линию которую гнута сами разработчики то есть под что эта машина типа лучше все подходит все это видно по супер комплектации где супер комплектация смотрится лучше для этого скорее всего тачкой как бы и делались то есть вот здесь просто бомбически выглядит вот эта супер комплектация для дрэга просто сумасшедшая первый раз когда эту поставил я просто охренел машина дико преобразилась причем у этой супер комплектации также можно все поменять все настроить под свой вкус, но вы только посмотрите на вот эти широчайшие задние колеса, и на вот эти вот передние маленькие, и там дальше идут какие-то трубы, что-то все вообще сделано, полдвижка мы можем вообще через переднее крыло увидеть, через арку, вот эту дырку под аркой, короче, просто охренеть. Машина выглядит просто фантастически, и, наверное, я уже, наверное, уверен то, что вы напишите, что делай ее под Дрэк, но, тем не менее, делать ее по Дрэк нету смысла, потому что она у меня по Дрэк уже сделана вот так вот, то есть я тут особо ничего не менял, я просто тупо поставил вот как она была, да, у меня все и осталось практически, поэтому вот как-то так, ребят, вот такая вот машина, вот так она выглядит в суперкомплектации для Дрэк, и я напоминаю то, что эта суперкомплектация, это только внешние изменения автомобилей, на никакие ездовые характеристики, ездовые качества от этого не меняются, и ничего с ними не происходит, все так же у нас спидкартами, то есть, грубо говоря, если у вас будет машина на спидкартах там 18 уровня топовых, и у чувака тоже на таких же спидкартах, но при этом у него будет без суперкомплектации, а у суперкомплектации, ехать вы будете одинаково, это просто чисто внешний стиль, внешний стайл, ну вот так вот в пейбеке все сделано, ну ладно, в общем, чем мы трепемся о дрэге, надо переходить уже к другим суперкомплектациям, а вот так выглядит машина в суперкомплектации для дрифта, кто не помнит, я ее делал на одной из трансляций, получилась довольно прикольная тачка, потому что, по крайней мере, на ней очень забавный винил, где написано Бути Патруль, для тех, кто знает английский, я думаю, это все приятненько смотрится, в общем-то, тоже довольно прикольная суперкомплектация, машина также довольно сильно меняется, также у нас там выпирает чаджер из капота, все как надо, нагнетатель, все торчит, но вот сзади, конечно, мне не особо нравится то, что у нас вместо бампера труба, и вот этот вот огромный спойлер не совсем, как мне показалось, смотрится на автомобиле, поэтому я чуть-чуть изменил суперкомплектацию, ну в общем, все это на трансляции было, кому нужно, есть специальный плейлист, вы найдете, как я эту тачку делал, но в общем-то суперкомплектация на ней вот такая, появляется там внутри каркас, все дела, ну а я сделал машину вот такой вот, то есть у меня получается сверху есть дополнительное освещение, просто сумасшедший развал спереди, да, это некрасиво, но это функционально, машина благодаря этому лучше заходит в повороты, и кстати, надо бы еще сделать развал сзади, потому что, как оказалось, держак у машины во время дрифта лучше в пейбеке, если поставить еще небольшой развал сзади, это только тихо, 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 никому не рассказывайте, а то будет слишком много хороших дрифтеров в онлайне, в общем, вот такая вот в итоге у меня машина получилась, это чисто моя дрифтовая, она 399 уровня, я на ней даже, по-моему, мультиплеере с вами наваливал, но я честно не помню, поэтому просто берем и переходим к следующей суперкомплектации. А вот так у нас выглядит суперкомплектация для бездорожья у Ford Mustang, я могу сказать то, что машина также довольно сильно меняется, но, тем не менее, тут нету ничего такого уже сверх супергрендиозного, как это было в суперкомплектации для дрэга. Да, у нас появляется каркас, да, у нас меняются сидения на более спортивные, как всегда у нас суперчарджер выглядывает из-под капота, спереди у нас появился вот такой вот кенгурятник с дополнительными фонарями и, короче, ну, не знаю, потому что выхлопная система у нас точно такая же, как из суперкомплектации для дрэга, у нас вот торчит вот эти выхлопные трубы прям сразу, можно сказать, из-под двигателя они вылезают. Вот такой вот спойлер сзади, никакого бампера для чего у нас нету, прям голый кузов, вот тут вот есть пороги металлические. В принципе, тачка смотрится для бездорожья очень даже прикольно, но опять же, все на ваш суд. Пишите в комментариях, какая вам суперкомплектация больше всего понравилась. Ну, а сейчас у нас остается всего лишь одна суперкомплектация, в которой мы не посмотрели этот автомобиль. И да, суперкомплектации для спидкросса, ребят, не бывает, поэтому не надо писать эти глупости в комментариях. Итак, машина у нас в классе погоня, уровень уже 366, ну и, насколько я знаю, по примеру с Белэером, вряд ли у нас тут будет суперкомплектация. И да, суперкомплектация недоступна. Почему-то этих суперкомплектаций нету в классе погоня. Из-за чего так не продумали Ghost Games и не сделали суперкомплектацию в этом классе, я не знаю. Но хотя, блин, можно было бы что-нибудь придумать прикольное, чтобы там машина такая более толстая становилась, как будто там больше брони, еще более жестче затонированные стекла, там так далее. Не знаю, катки какие-нибудь, там резину какую-нибудь пулю не пробиваем, но что-то можно было придумать, сделать какую-нибудь суперкомплектацию, потому что это как-то обидно. Везде есть, а в пятой, конечно, менее важной категории, пятой категории у нас получается в погоне, и как-то никакой суперкомплектации для этого нету. Это немножко печально. Ну ладно, ребята, в общем, пишите в комментариях машина, в какой суперкомплектации вам больше всего понравилась. Мы потом ее обязательно доделаем, но в предыдущем видео я про него, естественно, не забыл. Вы все писали, какая суперкомплектация вам понравилась у Chevrolet Belair, и именно в этой комплектации сегодня мы будем доделывать эту машину, ту, которую выбрали вы. Судя по лайкам из предыдущего видео, вам больше всего понравилась эта машина в комплектации для дрэга. И здесь, ребята, я с вами полностью согласен. Я уже говорил то, что во многих автомобилях комплектация для дрэга выглядит просто замечательно. Ну и Belair не исключение. Правда, он еще вполне себе прикольно выглядит в комплектации для бездорожья, но это, опять же, вкусовщина. Итак, сегодня мы будем до ума доводить комплектацию для дрэга. Итак, что у нас тут пока что есть? Чем мы можем работать? Ну, вы сами все видите. Опять же, у нас непонятные боковые зеркала. Зачем они тут нужны, я не знаю. Давайте прожектор. Прожектор ставить не будем. Нахрен он тут нужен нам на дрэг-машине. Крышу мы, конечно, не трогаем. Суперкомплектация тоже. Стекла. Но, в принципе, тонер нам, мне кажется, на дрэговой тачке вообще не нужен. А вот с капотом нужно поработать. И мне кажется, надо поставить вообще какой-нибудь самый обычный капот, чтобы у нас вот этот вот чарджер высовывающийся. Такой прям как из люка. И такой, типа, чё, чё, кого сделать? Вот. Мы поэтому ставим вот такой вот обычный капот. Мне кажется, это самое оно. Решетка радиатора. Тут нам нужно поставить чем-нибудь такое прям дрэговое. И мне кажется, нужно вот такую вот сделать. Хотя... Хотя, может быть, нам оставить вообще стоковую. Хотя это не стоковая, это ГОСТ. Стоковая у нас именно вот такая. Давайте тогда стоковую оставим. Так, фары. Вот тут самое интересное. Нужно подобрать, что у нас тут есть суперкрутого. И суперкрутого у нас ничего нету. Есть только получается разного цвета. Матовый хром и нормальный хром. Фары. Ну, давайте поставим матовый хром, потому что всё-таки тачка такая, типа, старенькая у нас. Так, передний бампер. Вот здесь самое интересное. Тачка для дрэга. И тут вообще, конечно... Ну, вопросы, вопросы. Нужен ли вообще какой-либо бампер тачки для дрэга? Есть у нас вот такой вот выбор. Такой. Ну, остальное всё это, конечно, ужас. Тихий ужас. Поэтому давайте, наверное, всё-таки вот этот массивный бампер вот с этой вот... С этим бочонком поставим. Честно говоря, я не знаю, зачем этот бочонок. Но как-то это появляется только в комплектации для дрэга. Так, теперь сплитера. Ну, сплитера, конечно же, тут они нам особо и не нужны. Хотя можно вот такой вот поставить. Но, опять же, зачем? Зачем? Так, передние крылья. Тут можно поэкспериментировать, поставить какие-нибудь другие. Но, в принципе, они все под дрэг у нас не подходят. Поэтому трогать мы их не будем. А вот боковые зеркала поменять надо. И мне кажется, поменять надо их на обычные стоковые, просто хромированные. Да. Пороги. Пороги тоже, я думаю, смысла не имеют здесь вообще трогать. Потому что все они остальные уже идут под другие какие-то комплектации. То тут есть какой-то вот получается металлический такой небольшой каркасик. Он даже, может, не металлический, а пластиковый. Но, в целом, кстати, вид особо не портит автомобилю. Поэтому давайте поставим. Пускай будет этот небольшой молдинг. Так, задние крылья. Вот тут вот у нас уже становится интересно. Потому что, по-хорошему, здесь в стоке есть вот эта полоса. Но, как вы видели, в этой комплектации она убралась. Я хочу вернуть эту полосу. И вообще, честно говоря, чтобы этот автомобиль выглядел, ну так, максимально похожий на сток. Но при этом типа Дрэкстера. Вот эта вот огромная сзади херотель под названием спойлер, она, честно говоря, нам нужна. Потому что у Дрэкстеров такие спойлера и ставятся. Все вот это остальное это не совсем то. И вот это даже... Ну вот, в принципе, это тоже по Дрэк подходит. Но почему-то в данном случае этот спойлер устанавливается в суперкомплектации для, по-моему, бездорожья, насколько я помню. Вот. И в целом, ну не смотрится машина. Поэтому оставляем с этим огромным спойлером. Крышка багажника. Вот тут вот уже интересненько. Потому что тут мы можем хотя бы что-то поменять. Но я хочу вернуть просто значок Chevrolet назад. И задний бампер. Наверное, это единственное, что... Последнее, что я трону на этом автомобиле. И тут, конечно, хотелось бы вернуть вот этот вот массивный клыкастый бампер. Потому что спереди у нас также массивный клыкастый бампер. И вообще по-хорошему можно снять вот эти планки для Вилли. Потому что, честно говоря, они только для Дрэка... Они только хуже делают Дрэк. Потому что машина, получается, не может встать на Вилли. А есть у нас специальные задания, где нам дают денежку за Вилли. И, короче, как-то вот так вот. Поэтому ну, все-таки я оставлю эту планку для Вилли. Ну и выхлопные трубы. Ну, давайте просто посмотрим, что мы можем сделать. А, ничего не можем сделать. Если суперкомплектация, то выхлопная труба у нас только такая остается. Ну, ладно, хорошо. Блин, игра что-то немножко подтормаживает. Меня это напрягает. Но сейчас мы пойдем в винильчики и выберем что-то такое, что сможет нам вот подсказать, что вот это машина для Дрэка. Вот это вот то, что нужно. Так, ну это слишком классически. Нам нужен какой-то такой сумасшедший окрас, который говорит о том, что машина Дрэкстер. Машина будет рвать. В принципе, вот такой уже подходит. Но я хочу что-то более изощренное, более гоночное. Вот, в принципе, вот как-то так, да. Тачка уже вполне себе, мне кажется, похожа на Дрэкстер. Так, ну давайте посмотрим, что все-таки еще у нас есть. Блин, довольно популярная машина. Очень много на нее прикольных винилов. Но, тем не менее, все-таки эти винилы в основном как-то идут не для Дрэка. Вот как-то такое можно. Но что-то с пламенем надо, потому что лично у меня пламя прямо вот именно с Дрэком ассоциируется. С гонками по прямой. Вот, в принципе, вот. Тоже себе прикольно выглядит. Такой цвет еще спереди чем-то напоминает, я не знаю, Куку-Колу. Я не знаю, почему мне этот цвет напоминает Куку-Колу. Блин, прикольно, по-моему, выглядит так. Но, тем не менее, чтобы еще у нас был выбор, давайте еще пощелкаем. Блин, можно сделать тачку прямо вот вообще стоковой-стоковой. Ну, то есть цвет, он как бы не стоковой, но при этом машина в своем классическом виде. Блин, и это радует. Это просто дико радует. И мне нравится, как этот винил обыгран он с этими полосами, которые я вернул на заднее крыло. Это кайф. Это кайф. Ладно, давайте посмотрим, что еще у нас есть для Дрэка. Но все остальное, что-то мне кажется, это прям совсем искрометное. И ставить это, ну, ну, не знаю. Вот тут вообще что-то такие цвета прям обычно автомобили зомби-стиля такого делают. Ну, да, он тут под зомби-стиль походу и сделан. Там зеленая ржавчина. Есть вот такой вот. Ну, понятное дело. Все, ясно. Давайте найдем то, что мне понравилось. Вообще тут реально очень много прикольных винилов. Например, вот такое вот есть, вот такое пламя. Ну, нет. Мне оно все-таки не особо нравится. Так, возвращаем, короче, возвращаемся назад. Ищем тот винил, который мне понравился. Мне все-таки понравился вот этот вот цветом куку-колы спереди и белый зад. Вроде все так получается спокойненько, но при этом машина все-таки полыхает пламенем, а это значит то, что она всех будет рвать. Отлично. Все. Купаем это, выходим. И в целом-то машина готова, потому что больше мы ничего на ней поменять не можем. Никакую подвеску, ничего. Все. Выезжаем в город и просто посмотрим, как она сейчас будет выглядеть, как она будет переливаться в огнях нашего города, который находится в игре Payback. Я, честно говоря, забыл, как называется. Все. Старость из головы все улетает. Побрился, постригся, стал моложе, а мозги-то старого человека все равно остались. Так, у нас тут еще и немножко темное время суток, но при этом даже утренняя пора, но при этом еще довольно-таки темно. И знаете, что я могу сказать? Автомобиль, по-моему, получился очень стильный. Да. Огромная вот эта хрень сзади. Да. Дерьмово смотрится. Но это стиль дрэга. Тут ничего не поделать. То есть, если убрать эту лавку сзади, вот это даже не лавка, это поднос целый, под еду. Если его убрать, то тут уже совсем потеряется стиль автомобиля, потому что все-таки в отличие от того же Мустанга, который мы сегодня смотрели, там, когда ты делаешь суперкомплектацию для дрэга, машина прям, ну, видно, что она для дрэга. А здесь, ну, из-за того, что она вся такая массивная, немножко теряется этот дрэгстерный стиль, то, что она вся такая высокая. А, кстати, на виле-то все равно встает. Рвет она вообще очень даже хорошо. А теперь специально для тех, у кого двойки по математике, либо вы просто не умеете считать, мы посчитаем вместе, сколько у меня уходит на игровой валюты на снятие одной серии суперкомплектаций. Я напоминаю, здесь пять комплектаций. Это дрифт, дрэг, погоня, бездорожье и гонка. Итак, пять суперкомплектаций. 38950 стоит у нас Ford Mustang. Пускай то, что у меня были тачки в гараже, они, опять же, из воздуха не появились. Только на одну машину я не потратил деньги. Это на тачку для дрэга. Но, тем не менее, в этих сериях мне часто приходится покупать все машины заново, потому что иногда я их, бывает, продаю. 38950 мы умножаем на пять, потому что пять суперкомплектаций уже 194 тысячи. Я сюда запишу 194 тысячи 750. Итак, 194 тысячи 750 это у нас потрачено просто на покупку всех автомобилей под все пять стилей гонок. Потом, чтобы у нас была суперкомплектация на этом автомобиле, нужно после этого перейти в мастерскую и там купить карточек. Причем, спидкарты нам нужны необычные. Нам нужны спидкарты 16 уровня. То есть, не самые дешевые комплектации, точнее, полный набор этих спидкарт 16 уровня стоят 180 тысяч. Вот у нас есть наборы прокачки и вот у нас тут написано купить за 180 тысяч. Это значит то, что сейчас 180 тысяч мы умножаем на пять и у нас получается 900 тысяч. То есть, 900 тысяч денег я трачу на все суперкомплектации, чтобы вам их просто показать. И плюс к этому мы сюда делаем 194 тысячи 750. Равно 1 миллион 94 тысячи 750. А вы говорите то, что выходит намного дешевле. Нет, нихрена не выходит намного дешевле. Из этого я могу вычесть просто цену одной тачки. И получается в любом случае лям. Потому что по прохождению игры я могу забрать только одну реликвию бесплатно. В общем-то, вот такие вот дела, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok